4 февраля в шашечно-шахматном клубе «Белка» в Центре культурного развития «Паруса» было многолюдно. Один кабинет не смог вместить всех участников соревнований. В Слободском в 12-й раз проводилось первенство Кировской области по шашкам. Планировалось по заявке у нас 10 команд со всей области. В принципе, каждый год у нас где-то так и проводится 9-10 команд. Команда состоит из 4-х человек. То есть, кроме 4-х могут играть еще и запасные. Турнир проходит по круговой системе. То есть, 10 команд, соответственно, 9 туров. Уровень подготовки различный. Играют и школьники, которым еще предстоит получить свои разряды. Есть и гроссмейстеры. Есть те, кто на первенство в Слободской приезжает с момента проведения первых областных игр в нашем городе. Родители со мной занимались лет с двух или с трех. Так меня просто учили каким-то азам. Я жила в городе Котельнич. В принципе, там никакого развития, никакого спорта особо не было, кроме шашек, шахмат, палеотлона и акробатики. А я была ребенком-хилым, поэтому меня отдали в шашках. Горечь поражения в шашках велика. Кто как к этому относится. Всегда ведь каждый человек воспринимает поражение по-своему. В Слободской на первенстве области ты приезжаешь выигрывать. Ну да, не нужно все-таки подводить свою команду. Она все-таки в меня верит и надеется. Увлекаюсь шашками уже семь лет. Я начал заниматься еще детского сада. Мне просто было интересно узнавать что-то новое. И просто это помогало мне в математике. Я развивал свою логику. Седьмой год. Федерацию шашек в регионе возглавляет Сергей Мурин. Он также присутствует на соревнованиях, также участвует в первенстве. Оценивает уровень подготовки спортсменов в области как довольно высокий. Ну мы где-то в двадцатку в Россию ходим. Ну и так, среди 80-90 регионов это хорошо. Если говорить об уровне подготовки слободских спортсменов, что можете сказать на этот счет? Ну они в области прошлый год заняли. Ну обычно в призовые всегда попадают слободские. Большинство участников отмечают, что предпочитают соревноваться в личном первенстве. Нынешняя же проверяет на прочность командные силы. Как оцениваешь силы своей команды? Должны в призовые заходить. Минимум третье место. Тут абсолютно те сильные соперники. У всех хорошие стаж игры. Мастера спорта, гроссмейстеры. Он практически со всеми играл с ними. Результаты всякие. Бывали ничья, проигрыш, выиграл. Все говорят, что шашки это так. Просто сел, сидишь, ты, конечно. Я даже сказал бы, что они сложнее шахмат, потому что тут обязательно рубка. И здесь можно делать такие зрелищные комбинации. Ты больше предпочитаешь личное первенство или в командном? Лично. Лично? Почему? Все зависит только от тебя самого. На других не надо надеяться. Итоги были подведены после многочасовых баталий. Среди взрослых команд слабожане стали четвертыми. Первое место заняла команда Киров-1. На втором месте Кирово-Чепецк. Третьими стали вновь кировчане. Среди школьных команд первое место у Кирова, второе место Котельнич, слабожане третьи.